У меня было, ну, сколько? У тебя было 10, а ты ему скажешь, сколько было? Ну, наверное, максимум 3. Девушка должна говорить правду, да? Ну, да. То есть даже если это, там, 20? Даже если и 50. Врат не нужно, если спрашивает, почему, зачем скрывать. Ну, так наоборот, он должен радоваться, что я опытная. Ну, думаю, один. Одного, да, достаточно? Хорошо. Однозначно нет. Мне кажется, это лишнее. Я считаю, что нет. Ну, я сам уже сказала, он нормальный отнесся. Ну, я своему мужу сказала правду. Но у меня мало было, как бы, партнёров. То есть это не стыдно было сказать. Не нужно никакое число называть, а лучше говорить, ты у меня первый. Это какой-то нескромный, глупый вопрос. Зачем его задавать? Вот такой не стоит знать. Конечно. А если спросят, что мы ему ответим? Один. Один. То есть он второй по счёту? Да, конечно. Каждый, кто у нас не первый, тот у нас второй. Если молодого человека это смущает, и он не хочет это принимать, ну, значит, не судьба. Это его проблема. Да. Всем привет. Интересно, а вы спрашивали вообще у своей женщины, сколько у неё было мужчин до вас? Честно говоря, мне, слава богу, никто никогда такой вопрос не задавал, потому что, в принципе, я знаю один единственно верный ответ, что, увы, но ты у меня не первый. Так что, кто знает, что к чему, но скажу честно, женщина никогда до конца, большинство, ладно, женщин, не скажет точное количество партнёров, которые у неё были. Возможно, стесняется, возможно, боится, что мужчины её бросят и прочее, прочее, прочее. Хотя, честно говоря, я не вижу смысла врать. Не первый, и всё. Собственно, на этом всё заканчивается. Кому-то принципиально нужна чистая невинная, а кому-то уже, наверное, неважно, какой ты по счёту, поскольку уже не первый.